Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова По итогам прошлого года почти треть зданий в столице Башкортостана требует капремонта, а у половины оборудования срок эксплуатации превышает 10 лет. В рамках региональной программы в 118 медорганизациях Уфы проведут капитальный ремонт на сумму более 3 миллиардов рублей. Также власти планируют заменить устаревшее оборудование на новое. Впервые в городе Уфе запланировано масштабное переоснащение медицинским оборудованием больниц и поликлиник на сумму более 4,5 миллиардов рублей. К юбилею города и далее мы планируем создание концепции Уфа «Здоровая». Все медорганизации будут объединены в единую экосистему, в рамках которой мы будем стремиться к оказанию единой максимальной медицинской помощи. Также Минздрав планирует запустить проект «Виртуальная поликлиника». Жители в дистанционном формате смогут получить ряд справок и консультации врачей по телемедицине. Появится в Уфе роботизированный колл-центр. По задумке он будет круглосуточно принимать звонки, помогать записывать на приемы, приглашать пациентов на диспансеризацию. С сегодняшнего дня в инфекционном отделении Белорецкой больницы снят карантин по коре. Об этом сообщил глава администрации Андрей Иванюта. Ранее мы сообщали, что 7 декабря в районе зафиксирована вспышка кори. Эпидемия была обнаружена в Белорецке среди религиозной общины. Были введены ограничения, необходимые для недопущения дальнейшего распространения инфекции. Отложена плановая госпитализация людей без прививки. Невакцинированным детям запретили посещать детсады и школы. Контактным лицам в первые 72 часа провели экстренную иммунопрофилактику. Вакцину получили 90 взрослых и 35 детей. Еще 9 человек получили иммуноглобулин. Сейчас эпидемия ситуации по коре находится на контроле управления Роспотребнадзора и Минздрава Башкортостана. Большинство пациентов, у которых ранее была выявлена корь, выздоровели. Несколько детей продолжают лечение в инфекционном госпитале в Сибае. Министр ЖКХ попросила жителей республики закрывать балконы, чтобы в них не попала пиротехника. Об этом Ирина Голованова заявила во время оперативного совещания. Чиновница рассказала, как Башкортостан готовится встретить новогодние выходные, чтобы вовремя ликвидировать аварии в случаях их возникновения. На готове есть 352 аварийно-восстановительные бригады в составе почти 2500 работников коммунальных служб. В исправном состоянии готовы к выезду более 3000 снегоуборочных и других машин. В резерве 163 тысячи тонн противогололедных материалов. Если где-то произойдет отключение света, то туда направят передвижные источники электроэнергии. Всего в республике на Новый год таких генераторов заготовлено 268. Резервного топлива накопили на 45 тысяч тонн. Перед каждым муниципалитетом поставлена задача отработать с управляющими компаниями вопросы организации дежурства персонала и оперативного реагирования на обращение граждан. За новогодние праздники происходят, как правило, в среднем порядка 30 аварий и инцидентов на системах коммунальной инфраструктуры. И в целях оперативного выявления и устранения аварийных ситуаций на коммунальных сетях сформированы и укомплектованы ремонтным персоналом 352 аварийно-восстановительной бригады. Ирина Голованова также рассказала об авариях в период 30-ти градусных морозов. На прошлой неделе в регионе произошли 4 таких аварии, которые устраняли больше 9 часов. Например, Белорецкий, житель многоквартирного дома, чинил систему отопления в квартире и допустил отключение от отопления всего дома. Аварию устраняли почти 10 часов, здание не успело промерзнуть. Еще одна громкая ситуация произошла на проспекте Салават-Юлаева. Прорвало канализацию, затопило несколько десятков машин. Но вот ранее стало известно, что обслуживающий эти сети Уфаводоканал обещал компенсировать ущерб владельцам авто. В Пашкортостане планируют создать новый геопарк. Охраняемая природная территория может появиться в Белорецком районе. С предложением выступила исполнительный директор комитета республики по делам ЮНЕСКО Элина Гатаулина. Она подчеркнула, что якорным объектом планируемого геопарка может стать природный парк Эремель. На этой территории растут краснокнижные растения, обитают редкие животные. Финансировать деятельность геопарка предлагается из внебюджетных средств. На частные пожертвования и средства грантов. Говоря о перспективах, хотелось бы обратить внимание на территорию Белорецкого района, которая отличается высоким уровнем концентрации природного и промышленного наследия. Новый геопарк подчеркнет лидерский статус республики в данном направлении и придаст дополнительный импульс для местных жителей. Просим поддержать эту инициативу и готовы провести соответствующую работу. Глава Башкортостана поддержал идею создания геопарка. Проработать вопрос он поручил Министерством предпринимательства и туризма, и природопользования и экологии. Добавлю на сегодняшний день в республике два геопарка – Янгантау и Торатау. Первый создали в 2017 году, второй – в 2018. В 2020 году Янгантау получил статус глобального геопарка ЮНЕСКО. Сейчас на такой же статус претендует Торатау. Комитет по делам ЮНЕСКО рассчитывает завершить работу по включению парков в список международной организации в 2024 году. Экспорт зерна из Башкортостана за 11 месяцев года составил 430 тысяч тонн. Это в два с половиной раза больше, чем за аналогичный период 2022. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по республике. Сотрудники ведомства выдали почти 9750 экспортных фитосанитарных сертификатов на зерно и продукты его переработки, экспортированных из регионов страны Евразийского экономического союза, Евросоюза, СНГ и в Китай. В прошлом году продукцию отправляли в Азербайджан, Бельгию, Беларусь, Германию, Грузию, Данию, Казахстан и Узбекистан. В этом году импортерами зерна стали Афганистан, Киргизия, Китай, Латвия, Нидерланды, Польша, Туркмения, Турция и другие страны. Причем на новые направления пришлось подавляющее большинство роста поставок – 250 тысяч тонн. Из республики за границу везут пшеницу, ячмень, лен, горох, нут, рыжик и другие культуры. Кроме того, из региона реализовано за рубеж более 16 тысяч тонн продуктов переработки зерна – крупы, мука и отрубек. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на РБК.